Бездомные собаки Бездомные собаки Наших диван, чтобы мы хотя бы что-то предложили нашей премарии какие-нибудь меры, которые можно было бы включить в какой-то определенный план и чтобы этот план был реализован Естественно, нельзя сказать, что местные власти не знают эту проблему, нельзя сказать, что местные власти не хотят решать эту проблему но дело в том, что каждый раз решение этой проблемы упирается в финансы. И финансов, как мы понимаем, сегодня нет, и это является главным аргументом властей и, скажем так, основанием того, чтобы не решать эту проблему. Сегодня в дебатах участвует Юрий Савельевич Буюк, заместитель председателя районной администрации Чедерлунды, Иван Георгиевич Ени, Центр общественного здоровья, Николай Константин Штукан, представитель общественности, Георгий Николаевич Братан, директор жилищно-коммунального хозяйства, Светлана Николаевна Капанжи, директор Центра диалога и Владимир Николаевич Янак, ветеринарная служба. К сожалению, отсутствует Игорь Викторович Бальсара, который является начальником отдела по связям с общественностью, но я думаю, что мы в нашем видеоматериале узнаем и его мнение, и с учетом его мнения будем обсуждать нашу тему. Для начала, для того, чтобы мы вступили в дискуссию, я хочу показать вам небольшой материал, который, скажем так, говорит о том, что люди в жилом комплексе имеют не просто проблему, а они имеют, ну скажем так, тревогу, не хочу, чтобы мы рассмотрели. Раньше было, раньше их рано утром стреляли, а сейчас... А что, есть случаи нападения? Она кидается, пытается укусить. Когда еще вот так вот люди вот руками вот махают, она еще больше. А дети, когда в школу шли, что творилось вот здесь вот, на детей прям кидаются? Рано утром, как начинается гау-гау. Вообще, смотри, какой этот велик кинется, почти кинет. Нет, как-то я не могу зайти в облак. Как раз любое время. Вот так начинается опять, что... Что говорить? Не, не, не тебе. Сказали, много бесхозных собак, и что они мешают, и вот никак не могу понять, чем они мешают. Они все лежат, вот. Сейчас лежат, а когда начинают бегать и кусать, дети могут сыграть. Утром, вечером, что говоришь? Не, не мешают, мешают. А были случаи, когда бросались? Конечно. Что вы можете предложить вот... Убрать их или закрыть питомник. Это здоровье наших детей. Вот маленький ребенок, он беззащитный, подойдет, она его цапнет, даже не помешкает. Она даже во двор, вон, Лариса говорит, на Никиту чуть не кинулась. А что, надо стрелять их, убивать, бродять в собаках. Но они же живые. Их и живые. Есть которые, в общем, вот здесь по нашей улице вот дядя Коля сидит на кресле, он инвалид первой группы. Но у них одна собака есть, они его никогда не завязывают. Вот как-то спускаются вниз с велосипедом, за мной гоняют. Ну, есть, в этой стороне есть, с собаками, да, есть. Они что, мешают людям? Ну, мешают детям, говоришь ли. А в чем они мешают? Как в чем мешают? Бросаются. Опасно для детей все-таки. Дети, мало ли что, если взрослый будет рядом, какие-то проблемы будут. А как вы думаете, как можно избавиться от бродящих собак, чтобы все-таки они не ходили среди людей? Ну, если тильзионы избавятся, надо их собрать живыми. А так надо пристреливать. А как иначе, как избавиться? Ну, пристреливать в наших условиях. Я думаю, так. Учитывая, что это был материал из, скажем так, жилого комплекса, то есть там, где проживают люди, и собак в этом дворе конкретном, который вы посмотрели, бывает до 10. Скажите, вот я хочу начать обсуждение с того, что официальной статистики по этому поводу нет. Но есть примерная информация о том, что из города уезжают люди, что в городе уже освободилось, или бесхозных дворов стало там до 500 и больше. И учитывая, что люди уехали с этих дворов, то все собаки вышли на улицу. С учетом размножения этих собак, их стало вдвое больше. Сегодня я получила информацию, тоже, правда, неофициально, что у нас в городе есть до 1000 бездомных собак, но стрелять их нужно поочередно. Как отрегулировать, очистить город от них? Мы поговорим позже. Сейчас я хочу предоставить слово представителю общественности, потому что речь идет о безопасности населения. Как защититься от этих собак, как жить среди этих собак, потому что некоторые жители высказали так. Город, город, это территория людей. Если мы не будем что-то делать, значит, со временем собак станет больше, чем людей. Давайте выскажем ваше мнение, начинаем, как представитель. Хорошо, спасибо, что предложили. Ну, начну, конечно, я посмотрел это видео. Безусловно, проблема собака, как и все наши проблемы, они очень взаимосвязаны. И, к сожалению, не так просто их быстро обещать. Я не совсем согласен с теми людьми, кто... Безусловно, они правы, когда высказывают свое недовольство в отношении того, что есть много собак, они опасны, особенно для детей. Это надо признать. Но, с другой стороны, ну, немножко, как бы, не совсем корректно говорить о стрельбе. Я помню далекие годы, когда я работал тоже в власти. Ну, приходилось принимать такие решения, но это было негласно. И, скрипя зубами, как говорится, молча находили каких-то охотников, которые брали на себя такую тяжелую миссию стрелять в собак. Я еще раз подчеркну, это не совсем гуманно. Почему? Потому что собака является одним из ближайших к человеку умных животных. Но, тем не менее, надо что-то делать. Я... Я уже закончил мысль. Ну, я как общественность, конечно, в первую очередь надо обратиться к самим жителям. Вот наша общественная организация, Чадыр Топлышу, это все равно русская общественная организация собрания, мы предложили и сегодня будем настаивать перед властями организовывать уличные и домовые комитеты, где можно было бы с людьми конкретно говорить, вот есть собаки, ну, как-то надо с ними решать. Или, может быть, завязать. А то, что уже не подходит к этим, ну, придется уже к усыплению, допустим. Хочу задать вам вопрос конкретный. Скажите, мы говорим все время, примария, примария должна решать проблему и так далее. Виноваты ли люди в том, что в их дворе собираются эти собаки? То есть ответственность самих людей, проживающих на этой территории, какова? Вот если бы, допустим, вы жили в этом доме, ведь они не просто так туда приходят. Почему именно в этот двор приходят, а вот в другой не ходят? Ну, скорее всего, там достаточно много мусора. Это одно. И второе, может быть, люди подкармливают. Подкармливают, они, естественно, ходят туда. Ну, собака это такое сообщество, они собираются, когда их много, они уже начинают быть агрессивными. Это на мой взгляд. Я вам скажу, что у меня тоже есть собаки. И, к сожалению, иногда моя собака выскакивает на улицу. Вот вы, наверное, знаете. Ну, естественно, я бегаю за ней, пока я ее не поймаю. Она, в принципе, послушная, умная собака. Ну, бывает так, убегает. Я чувствую определенную ответственность. И когда я вижу людей безответственных, вот родились щенки, или же их там много, и предполагаем, что их будет много. Но надо какие-то меры предпринимать. Пока. Вот у меня есть определенные мысли, но хотел бы услышать вас, всех остальных. Вижу, что надо так или иначе организовать службу по отлову и стерилизации, или же усыплению. Ну, как это делать? Без... Об этом чуть позже. Да. Об этом чуть позже. Я хочу сейчас обратиться к директору жилищно-коммунального хозяйства. Почему? Потому что собаки размножаются. Этот вопрос введения Георгия Николаевича сегодня. И я думаю, что он нам подробнее расскажет, почему они не уменьшаются, а размножаются и увеличиваются. И бродят уже не просто во дворах и в общественных местах, они бродят среди людей на улице. В первую очередь я бы хотел здесь присутствующим и жителям города, и всем сказать, что Министерством окружающей среды был издан приказ, который действует с 30 ноября 2000 года. Называется он «О утверждении правил содержания собак в населенных пунктах Республики Молдовы». Есть такой приказ. На основании этого приказа каждый населенный пункт обязан был, я думаю, что они, примориев и муниципе, я думаю, что они разработали такие тоже правила, исходя из этих правил, из приказа данного министерства, который, как вот в Чадар-Лунге, был издан городским советом, был принят такой, значит, порядок содержания домашних животных на территории города Чадар-Лунга. Вот этот вот есть. Если пользоваться вот этими всеми, ну, жить по этим правилам, как установлено и как было решено городским советом, то у нас, конечно, с собаками вопрос немножко решится в положительную сторону. Почему у нас разведено так много собак? Много собак разведено, потому что некоторые учреждения, бывшие, например, территория мясокомбината, это считаем своего рода инкубатор. Там чем больше собак, для сторожей это легче. Есть предприятие, где по 4-5 собак. Сторож спит, одна из 4-5 собак даст сигнал, если появится посторонний, он этих собак прикармливает, сам спит, служба идет, собаки охраняет. И вот эти собаки дальше приносят приплод, и оттуда уже расходятся собаки по городу. Это рынок, вот наш городской рынок. Вот такая территория, как мясокомбината. Но есть еще случаи, когда с сел люди едут на микроавтобусах, и, глядишь, выходит женщина, или мужчина, может быть, но я видел лично женщину, вышла с микроавтобуса, с казаклея, выпустила щенка. С сел уже привозят из дома. Ну вот есть щенки у них, куда ей девать? Она их привозит сюда, едет на базар сюда, привозит их сюда. Она знает, что здесь... Это главная причина новостей? Нет, это не главная причина, это основная, основная, ну не основная, одна из причин. Ну а другая причина, та, что мы неправильно ведем их отлов, неправильно ведем их, в то же время вообще мы их не стерилизуем, мы их только отстреливали до сих пор. Это, во-первых, опасно. Нету упорядочения, некому с этими заниматься, нету приюта для этих собак. Даже если мы его отловим, нам его надо где-то держать, где-то... И по правилам надо 10 дней, если это породистая собака, по правилам надо 10 дней его где-то держать, пока не оберегается хозяин. Если хозяин не объявился, его можно передать кому-то. Ну и стерилизация. О мерах, о методах мы поговорили еще, у меня есть вопросы, мы идем поэтапно. Я конкретно хочу задать вопрос. Я понимаю, что проблему решить очень сложно. Я хочу знать, есть какая-то официальная статистика бездомных, безхозных дворов, откуда выпущены эти собаки или хотя бы сколько примерно собак. Ведь вы были в местном совете. И вы сейчас говорите о том, что есть приказ, нормативный акт, который запрещает их отстреливать. Но тем не менее, местный совет выделял денежные средства на отстрел. Как стыковать нормативный акт, который запрещает, и решение советников, которые выделяют деньги на этот отстрел и в итоге эти собаки не отстреливаются. Отчитаться за них очень сложно. Я просто хочу знать ваш опыт. Вы были в местном совете. Значит, местный совет выделяет, МПЖКХ выделял. До того, как был лот, в марте месяце был лот под номером 10. Этот лот по отстрелу собак, так он и называется, по отстрелу бродячих собак выиграл панчер. Ёлая по часу. Первый бродячих елой по часу. Значит, он дал самую маленькую цену, то есть 50 лей за отстрел одной собаке с ее последующей утилизацией. Утилизация у нас в городской свалке Яма Бикарри. Ну, дали деньги. Человек купил патроны. Нанял койкого из охотников со своим транспортом, который будет утилизировать. Вот они идут и стреляют. Ну, у нас же так, выстрел слышали в этом конце города, в том конце собаки все попрятались. Я знаю, что с января до сих пор было отстрелено 100 особей. Вы видели эти особи? Как ведется адрес? Я как директор ЖКХ не в этой комиссии и я не полномочен был вести этот счет, сколько, как, что. Но есть, которых обязал распоряжение Примар, человек, который за это следит, контролирует и считает их. И когда везут на утилизацию... Не уверен. Не уверен, что там есть учет. Есть человек, который за это отвечает, который подписывает, что именно стрел столько было утилизировано. Есть такой человек. и подписывает акт выполненных этих работ. На основании этого акта Примария перечисляет ее лапочицы деньги. Поэтому я знаю, что это... А есть какие-то основания перечисления этих средств, если закон запрещает вообще отстрел? Ну, принято решение есть распоряжение Примару. А в вашем смысле, я знаю, что вы тоже работали когда-то Примаром в городе Чедоргонга. Как решался этот вопрос? Ну, могу озвучить, как решался это. Это считалось не совсем корректным об этом объявлять. Мы согласовывались с прокуратурой, договаривались с обществом охотников. Все это было бесплатно, никаких выделений денег. Но они делали внезапный, допустим, выход, рано утром отстреляли и разошлись. Подсчитали общее количество собак и сдали. Тогда ветеринарная служба, насколько я помню, была утилизация в Кангазе. Приезжала машина и их забирала. Там крематория была? Да, крематория. Это было тогда. Сегодня я почему сделал реплику, что я не уверен, потому что результатов-то не видно. Я вообще противник стрелять в собак. Противник. Я сторонник, чтобы общественность была ответственной за то, что собаки разводятся. На улицах, во дворах и так далее. Если во дворе будет дворовой комитет, они будут знать эту проблему и постараются ее через вас локально решить своими способами. Через, допустим, ветеринарную службу. Собрали бригаду, отловили, и чтобы люди не знали. Я считаю, чтобы люди не знали, что убивают собак. Во-первых, это детям, травмы. Вот я слушал, человек спокойно рассуждает, что надо их стрелять и так далее. Но это считаю, что не наше воспитание, это не наш образ жизни. Я сторонник того, что... Хорошо. Иван Юрьевич, Елене, хочу задать вам вопрос. Перейти плавно к тому, были случаи нападения бездомных собак. Мы знаем информацию о том, что не все люди обращаются за медицинской помощью. Хотелось бы услышать от вас. В каких случаях люди обращаются, сколько таких людей, которые обращаются. И на что они жалуются? На то, что на них напали бездомные собаки или на то, что их, скажем так, именно вредили собаки, которые имеют хозяев и выпускают их на улицу? Значит, у нас ведется учет всех лиц, которые обращаются за медицинской помощью. Например, за полгода этого года у нас сегодня уже 73-й человек обратился за медицинской помощью. В прошлом году за аналогичный период было 90. Обращайтесь за медицинской помощью, потому что ежегодно мы через районную газету стараемся охарактеризовать опасность этой инфекции. собаки много кожных заболеваний вызывают и самое опасное заболевание это бешенство. Укус собаки может привести к такому заболеванию, почему в основном род собачьих заражается этим вирусом. Вот есть летучие мыши, те могут и воздушно-капельным путем передать, а в основном собаки через укус. Они обычно заражаются от забегающих лис. в Оркове не так много, а лис есть на днях даже в Казаклии на окраине села обычно здоровая лиса она убегает, а эта стоит, машина едет и хоть бы что. Опасность в том, что охотники когда стреляют берутся снимать шкуру. Значит вирус выделяется через слюну вообще, через всякие слизистые. Когда снимают шкуру, может вирус попасть через малейшие трещины, которые находятся на кожных покрова, они же не в перчатках снимают шкуру, на бородник, на шапку или на что. И заражаются этим вирусом профилактически, только могут спасти прививки от бешенства, если собака бешеная. И своевременно человек обратился. если заболевание у человека началось, в мире нет лечения. Этот человек у нас были раньше, когда еще Тараклийский район был, в Светловом были случаи, потом в Копчаке были, мальчик 13-летний увидел сижую кошку на винограднике, стоит, хотел поймать и внезапно она от испугу взяла ее, поцарапала, там кошка убежала, дома родителей не было, бабушка там помыла, перевязала и где-то через неделю у него начались признаки бешенства. Они Света боятся такие больные, значит, они теряют аппетит, может подняться температура на любой стук, если дверь захлопнулась или кто-то ножкой ударил нечаянно там, у них судороги начинаются, боятся воды. Кран если открыл, что течет вода, значит, у них тоже начинаются судороги в области горна. И эти лица в конечном итоге погибают от паралича дыхательных органов. Конечно, у этого мальчика, когда начали с симптомы, знали, что он умрет, и все. Потому что, если бы бабушка привела бы его в больницу, его бы направляли, направили бы в районную больницу, где есть специалист, врач-рабиолог, он определяет, если собака известна, если она своя, если она здоровая, ветеринарная служба дает справку в течение наблюдения, наблюдая 10 дней за этим животным, дает справку медикам, что она здоровая и прививки не нуждается. Скажите, сколько случаев известно вам с летальным исходом? Только в нашем районе, правда, это не за последние годы, а в бытность, сколько, вот я, 70-го года работаю. Последние 10 лет, да? Даже больше, даже больше. Были два случая в Светлом, когда в нашем районе были, вот этот случай с Копчака, три случая с летальным исходом. Да, и, значит, я хочу просто сказать, чтобы люди знали, на сегодня, вот, есть спровоцированные укусы, сегодня хозяин собаки нечаянно наступил на кого собаки, она его укусила за предплечье. Это его собака, она здоровая, но вот так получилось, и те, которые, вот уже собака сама набрасывается, даже иногда бывает своя, ребенок, ей дали кушать, а ребенок подошел, собака думает, что хотят пищу забрать, и набрасывается, вот девочку, покусали, лицевая часть, да девочки, да и, кто бы ни было, лицо это, все-таки, это портрет, человека. То есть я поняла, вы стоите на охране общественного здоровья. Общественного здоровья, да, и для населения полезно знать, что надо собак, значит, чтобы они были на учете в ветеринарной службе, чтобы они прививались ежегодно, имели паспорта, если человек имеет породистую собаку и выходит гулять, обязательно должен быть намордник, это иначе и нарушение. Значит, укус, я извиняюсь, укус собаки тем опаснее, чем он ближе к голове, потому что и кончики пальцев, конечности, по нервным волокнам, первым самым идет центральная нервная система, и вот начинаются вот эти признаки после этого. Значит, с момента укуса и до заболевания может пройти 10 дней и до 7 месяцев. Поэтому люди думают, а 10 дней прошло, значит, все нормально. И наблюдение за животными показывает, что если она не сбежала, потому что есть признаки, значит, спокойная, она забивается в угол, боится людей, собака, бешеная, и все, а есть агрессивная форма, когда она набрасывается даже на собственного, своего хозяина. Вот, поэтому люди должны знать, что если есть в своем поведении собаки какие-то отклонения, надо обращаться к ветеринарным врачам, чтобы разобрались, в чем дело. Поэтому я тоже хочу передать слово представителю ветеринарной службы. И у меня вопрос конкретный. Скажите, вот здесь говорилось о статистике по, скажем так, населению. Сколько собак у нас в городе привито? Сколько вам неизвестно дисхозной собаки? Как вы с ними работаете? В этом году вообще вакцинация не проводилась. У нас в агентстве, Национальном агентстве по безопасности пищевых городов, там, куда мы входим, ветеринарная служба тоже в том числе, тендера до сих пор не проводилась. Поэтому вакцины нет. И мы вакцинацию в этом году не проверили. Но мы планируем провести. Мы ждем, результатов дендера, когда результаты будут известны. Возможно, нам передадут энное количество вакцин, и мы будем вакцинировать все-таки поголовье собак. В коем же случае, я хотел бы обратиться к жителям и сказать следующую фразу. Если когда-то человек приручил собаку, кошку, он должен быть ответственным за ним до последнего дня. Чтобы не получалось так, что нравится собака или кошка или это животное, буду содержать. Не нравится, не буду содержать. Ухожу куда-то, оставлю, не ухожу. В общем, чтобы серьезно отнестись к этой проблеме. Потому что одна из основных причин, почему у нас на улице много собак, даже и кошек, вот это безхозяйственности, безответственности перескотность. Что надо сделать, чтобы эта ответственность повысилась? На ваш взгляд? Почаще, мне кажется, надо беседовать с людьми на эту тему. Показывать публичным властям, что это работа в направлении, даже если есть бездомные собаки, что у нас организовываются питомники под содержанием. Хотя я понимаю, что на сегодняшний день содержать питомники очень дорого. И местным публичным властям это не под силу. Но чтобы собак всех собрать с города, с рынка, со дворов, это единственный выход. Я тоже против того, чтобы стреляли собак. Я не хочу, чтобы их расстреливали по городу. Это и негуманно. Мы действительно жулем в 21 веке, где надо применять другие меры. То есть иметь питомники аттестованные. До питомников хочу спросить. Вот скажите, я человек, да? Я имею какие-то свои паспортные данные, реквизиты и так далее и могут вести учет. Привито я, не привито, заболела, не заболела. Как часто это может произойти? Что с собаками? Как вы можете отличить, что моя собака вот в этом году прибита, завтра я эту собаку продала другому человеку, он пришел? Обычно для собак тоже есть для собак и кошек паспорта. В основном не у всех в городе есть, потому что не все обращаются за паспортами. Паспорта для животных берут, возьмем, те люди, которые занимаются выездом за границу, те люди, которые тут содержат собак, но породистых собак, только породистых, а для беспородных собак люди паспорта обычно не берут. Поэтому фиксировать все через паспорта можно, но мы обычно вакцинацию когда проводим, нам на 100% вакцинацию не выделяют деньги государства, обычно на 10% поголовье выделяется. И обычно мы стараемся обхватывать края городов на зеленых пунктах, приатарных собак, которые больше всего опасны для людей. чтобы проследить вакцинацию собак только перед их мы можем есть журнал, политические журналы. Хорошо, а что делать с этими шариками, бобиками, которые ходят без паспортов? Потому что я так понимаю, вы сейчас говорите о породистых собаках, потому что я его купила за большие деньги, заплатила доллары, уезжаю, допустим, в другую страну, беру с собой, естественно, у меня кто-то в аэропорту в поезде спрашивает, что за собака. А вот эти, которые бродят вот вокруг наших бутиков и так далее во дворах, вот как с ними? У вас есть какие-то предложения? Предложения я и говорил, еще раз буду говорить на эту тему, что мы в первую очередь должны создавать питомники. Если мы будем создавать питомники, конечно, они должны пройти через карантинное учреждение, там при питомнике будет карантинное учреждение, там есть определенное количество дней, где они должны пребывать, а потом уже переводить их в питомники, там надо их содержать, кормить. Если есть у меня хозяйственная собака, и она на привязи, я могу сама прийти за прививкой, если вы говорите, что вам выделяют только на 10% вакцинацию, а остальные 90% что делать? Остальные 90%, и чтобы 100% обход был, это надо государственным уровнем решать, на уровне агентства надо решать, чтобы государство побольше давало на эти мероприятия именно на мероприятие вакцинации против вешенства для препаратов, то есть вакцина против вешенства. То есть, я так понимаю, инициатива должна идти снизу? Снизу вверх. Снизу вверх. Хорошо. Переходим... Если человек не пришел, власти переходим. Переходим как крайний власть. Можно уплатить, допустим, за вакцинацию и вреду. Сколько стоит вакцина? Вакцинация бесплатная. Вакцинация бесплатная. Это бюджетная вакцина. Но мы, когда нам вакцина поступает, мы распределяем равномерно по населенным пунктам, по городу. И вот мы... Но ее все равно не хватает. А человек платит за стоимость вакцины. Нет вакцины. А можно... Не хватает на всех, не хватает. В аптеке купить эту вакцину? Она продается? Она государственная, она бюджетная тоже невозможна. То есть, даже приобрести невозможно? Пока нет. Ну, хорошо. Представитель власти рядом со мной Юрий Савельевич Буюк. Он сегодня заместитель председателя района Четаргунского. Хочу спросить, скажите, вот вы за время пребывания в власти изучали эту проблему? С проблемой этой мы сталкивались, будучи советниками городского совета совместно с Георгием Николаевичем Протаном, и определенные шаги были сделаны. Нет, я сейчас в рамках района спрашиваю. В рамках района пока не было ничего сделано. То есть, анализа как такового нету, да? Нет. Мы вели совместную работу, но близко не соприкасались. С Владимиром Николаевичем? С примарами сел. Вы имеете? С примарами сел, да. Я почему спрашиваю, потому что коль сейчас было озвучено, что инициатива должна идти снизу. Я так поняла, что инициатива должна идти от примара к вам, от вас, в регион, от региона, дальше, и эта инициатива должна каким-то образом формироваться вот совместно с этими службами. Власть и специальная служба. Вы Чедерунская районная администрация хотя бы один раз инициировала вот такую инициативу, что вы ветеринарная служба с вакциной, какой порядок, давайте приливать, давайте что-то делать, потому что случаи бешенства мы сейчас и будем обсуждать, они есть. Если говорить об этом более конкретно, то необходимо вернуться к сказанному Владимиру Николаевичу Неноком, тендеры не проводились, откуда будет поступать сюда вакцина. Необходимо, чтобы провелся тендер, чтобы этот тендер выиграли, чтобы поступила вакцина, чтобы проводились вакцинации поулично, чтобы проводилась стерилизация собак, чтобы образовывались питомники, где эти стерилизованные собаки будут содержаться. А кто должен инициировать тендер? Хочу понять. Тендер проводится на государственном уровне, на уровне агентства национального. То есть агентство хочет, проводит, не желает, не проводит? Не то, что не желает. В прошлом году провели в начале года и вакцина была в апреле месяце, вакцина была на все виды мероприятий, на все виды протипедатических мероприятий. У нас практически все было и мы провели все мероприятия, а в этом году не проводится. В этом году у нас была реорганизация, было слияние трех организаций ветеринарных служб, гиперсанитарных и гигиенных питания частично. Сейчас называется наша служба управления безопасности кишевых продуктов района, поэтому пока в агентстве там в Кишиневе идут сложные процессы. Тендер говорили, что проведут в марте сперва, потом в апреле, потом в июне, а сейчас даже идут слухи, что вообще тендер не проведут. Мне так кажется, что идут по западному пути, по европейскому пути, как они говорят, что будут купировать очаги. Но у нас опасность везде, по всему городу и все-таки мы должны добиться того, чтобы вакцинации эти проводились. Но это уже не от нас зависит, это уже на уровне политики. Короче, Запад нас спасет и вакцины. Леонид Иванович, еще один вопрос. Скажите, на уровне примарии районной администрации есть какой-то, ну я уже не говорю стратегический план, а какой-то план мероприятий по взаимодействию именно в решении этой проблемы? Знаете, я не так давно работаю в структурах управления и пока взаимодействия в этой области между примарией и райадминистрацией не было. Но надеюсь, что в ближайшее будущее мы пойдем по правилам. Владимир Михайлович, я могу вклиниться? Конечно. Вот, Юрий Савельевич, когда отвечаю на вопрос, я вам скажу, что однозначно нет там никакого взаимодействия ни с примарией, ни с администрацией, потому что тут уже почти, так сказать, политического характера вопрос. А нас интересны бездомные собаки и политический образ? Безусловно, нет. Но в целом политическая неприязнь влияет на все остальные вопросы, в том числе на собачий вопрос. Извините меня, пожалуйста. Не кратится. Извините, я закончу. Вот, сегодня здесь нет примари, а он, главный организатор всей вот этой работы, он должен быть. Там есть примар, там есть два заместителя, и с утра до Вейсера миллион проблем, и каждую проблему надо решать. Я так понимаю? Хотели, чтобы добавить? Я хотел добавить лишь немного. О какой политизированности можно говорить? К политике это отношение не имеет. Я бы хотел вернуться. Нет, я думаю, что, наверное, Николай Константинович имел в виду, что один спускает на другого, другой держит. Да, возможно. Возможно. Но переливы с пустого порожного государства не бешен. Но это тоже одна из причин. Конечно. Я хочу вернуться непосредственно к вопросу, связанному с бешенством и с бездомным. Мы к нему не дошли. Сейчас мы дадим слово неправительственной организации Светлане Николаевне. Она очень компетентный человек во всех областях и в сельском хозяйстве, и в промышленности. И я думаю, что она что-то очень серьезное хочет нам сказать по бродячим самакам. Ну, как бы эта сфера деятельности к нашей организации не имеет отношения. Я хочу просто высказаться как житель этого города, которому как бы мне не безразлична его судьба, его состояние этого города. И хочу сказать, что вот эта проблема с собаками это очень острая проблема и участвия в различных опросах населения. Я считаю, что, например, эта проблема одна из самых острых у нас в городе. Но это не только у нас в городе это и в целом по Молдове, потому что и в Кишиневе, и во всех районах я знаю, что и наш примар обеспокоен этой проблемой. Но здесь бы мне хотелось остановиться на двух аспектах. Во-первых, мне кажется, что у нас нет законодательной ответственности граждан за содержание собак. И второй момент это то, что повальное увлечение населения в последнее время разведением собак. Эта мода пришла к нам с запада. Но придя с запада, мы, как бы, люди стали именно держать собак, но не заниматься их содержанием. И этому не уделяется внимания. Вот говорил Георгий Николаевич, что некоторые организации им так удобно, да, действительно, это так, держать несколько собак. Но я хочу сказать, что и население так же делает. Оно содержит в доме собак непривязанных. И за это никто не отвечает. Я на своем конкретном примере хочу привести примеры. Значит, я когда жила по улице Буджакской, сосед завел щенка, когда он подрос, я попросила, чтобы он его привязал. Он сказал, я не буду этого делать. Сколько я с ним не боролась, ну, как боролась, я ему говорила, что вы должны привязать, обращалась и к участковому, никаких мер не было принято. Здесь, я понимаю, там какие-то, может, политические есть, но эта проблема именно животрепещущая и касается каждого. Потом второй пример. Я сейчас живу по другой улице. Также два случая люди не привязывают собак. По нашей улице, прямо напротив меня дом, сдержанных двух собак, не привязанных, уже два раза кусали, обращались в центр охраны здоровья. Нет мер воздействия на этого человека. Я считаю, что нужно разработать механизм наказания. Почему в советское время мы когда жили, да и наши дедушки и бабушки нам рассказывают, при румынах эти собаки не гуляли так вольготно. То есть работал закон, который позволял не допускать до такого состояния, чтобы это уже, это становится как бы такое анархическое состояние, мы уже не знаем, что с ними делать. Но я при этом вспоминаю слова великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Сама не будучи на протяжении своей жизни имея не одну собаку, она говорила, у меня всегда вызывает большое удивление как бы люди, которые или очень сильно привязаны к собакам, или которые ненавидят собак. То есть во всем должна быть мера. Если вы занялись разведением этих собак, то нужно соблюдать все ветеринарные нормы и правила, нужно думать о своих соседях, нужно, а не так, как я вот разведу, что я хочу, я в своем доме с хозяем. Значит, многое перенимая из Запада, мы как бы берем одну сторону, сторону ответственности, там, на Западе, бывая там, мы не видим там никаких собак, и там, если спрашивать жителей этой страны, вот почему так, почему у вас такой порядок, они говорят, такой закон, они законы не обсуждают, они не говорят, вот сегодня этот плохой закон, этот депутат плохой, нехороший, они просто, эти законы, на сегодня есть такой закон, и его нужно просто соблюдать, вот с бродячими собаками, мне кажется, нужно выработать через полицию, через органы власти, механизм наказания тех жителей нашего города, которые содержат непривязанных собак, потому что они тоже убегают, тоже они размножаются, и возникает такая проблема, что мы не знаем, что с ними делать, давайте я сейчас вам дам послушать, что говорит по этому поводу, значит, из прошлого года, значит, есть у нас распоряжение МВД, значит, категорически запретить отстрел собак, но есть рекомендации в законе, значит, в законе скажу, что закон Республики МВД 221 от 19-го, 10-го, 2007-го года по ветеринарно-санитарной деятельности, значит, тут в законе указано, что, значит, имеет право, как бы, должны быть созданы на уровне местного куличного управления как бы отстойники для бродячих животных, их только можно отлавливать, помещать в эти отстойники, и после этого усыплять, и, естественно, после этого должно быть место, где будет их неутилизация. Вот такой процесс насчет бродячих собак. Значит, что касается админкодекса, значит, в новом админкодексе Республики правонарушений номер 218 16 24 10 2008 года, значит, есть две статьи, где изложены правонарушения в области охраны окружающей среды. Есть статья 157, которая имеет 10 частей, если есть необходимость, я могу их перечислить, значит, где это жестокое обращение к животным. Тут в этой статье значит, тоже все распределено, какие собак можно выгуливать, какие сноморники, какие безноморники, где их запрещено выгуливать, в каких местах нельзя появляться с такими животными. И все, есть санкции, различные санкции, смотря на какое правонарушение. Значит, есть статья 158, тоже самое в админкодексе, это нарушение правил содержания собак, кошек и других животных, тоже имеют две части, тоже админкодекс, где имеют санкции, смотря на какое нарушение. Он говорил о том, что есть механизм урегулирования или защиты собак, если с ними жестоко обращается население. то есть он говорил о том, что люди ответственны, если они там, я не знаю, вредят им, этим собакам. Но нет механизма, когда собаки, тут речь шла о хозяйских собаках, нет незаконной механизма, когда собаке вредят людям. То есть если собака тебя растерзала, твоего ребенка и так далее, ты просто должен либо смотреть на это со стороны и убивать его нельзя, а как обезвредить только в исключительных случаях, это считается обстоятельством того, то есть если вы увидели, что все доходит до самого последнего, до грани, скажем, до смерти, до риска определенного это будет вам засчитываться как самообороны. В других случаях к ним никто не обращался в полицию, они мне назвали цифру 4 человека, которые обратились за тем, что вот кто-то где-то там жестоко обращался в самообороны. Санкции, которые он называет, он говорит о том, что это штраф от 400 до 100 тысяч рублей. Вот то, что предусматривает наш закон. Если в законе других рычагов нету, то полиция в принципе сегодня говорит, что мы ничего не можем сделать, мы бездействуем в этом смысле. Вся ответственность лежит на хозяине города, то есть на предварении, на администрации и так далее. Давайте обсудим. Мне кажется, что то, что собаки бродят, я из-за этого поняла, что они так и будут бродить. Если можно, давайте обсудим, и не так, чтобы мы отвечали, как ученики, а чтобы задавали друг другу вопросы и сами до конца поняли. Если разрешите, здесь прозвучало так, что были обращения в Центр общественного здоровья по поводу укусов, чтобы приняли меры, значит, и все. Наша задача, если пострадавший обратился за медицинской помощью, нам подают экстренное извещение, что к нам обратился в поликлинику человек, пострадавший, и все, и наши сотрудники, дежурные расследуют обстоятельства укуса, спровоцированного, не спровоцированного, известная собака, неизвестная для чего, чтобы можно определить врачу-рабиологу, прививать его, потому что вакцина очень дорогая, прививать или не прививать, вот в этом плане все. Значит, что касается, есть правила, значит, содержания собак, участковый полиции должен на своем участке, так, если есть нарушитель, который неправильно содержит собаку, они должны принимать меры к ним, штрафовать. На Западе есть еще платят налог, держишь собаку, плети налог, потому что она пачкает, за ней убирают и прочее, и все такое. И это, конечно, уменьшит количество. А так, она делала, там, 3-4 еще нет, ему один нужен, остальных он выбросил на улицу, они со временем дичают, скапливается, как говорится, несколько собак, все, и нападает на людей. Был проверен такой опыт. я тоже, как и все не сторонники, отстрелился, но в Бухаресте дали команду, стреляли, слава Богу, город большой, отстреляли всех собак до единой. Значит, что получилось? Через некоторое время количество восстановилось. Откуда? В пригороды Бухареста, собака, природа не любит пустоты, собаки оттуда передвинуть, скажется, перешли в город. И что самое интересное, когда идет отстрел, когда количество их не уменьшается, значит, плодовитость в них увеличивается. То есть, как-то природа регулирует это, и они восстанавливаются. То есть, отстрел, это не выход. Поэтому стерилизация, это самое эффективное. Вот, учет, я даже согласен, налог, и человек, если будет платить хороший налог за собаку, он будет одну держать, а не 10. А если она бродячая, ее отловят, простерилизуют, и пусть... Владимир Георгиевич, вот, раз уже решили дискутировать между собой, я обращусь к истории, мы вместе работали когда-то, вы были советником, депутатом в то время. Вы помните, принимали решение, вот как я вижу, там, решение принято, но я его, как гражданин города, вот я его не знаю. То есть, до меня должны были ее донести. Помните ли вы, как, если принималось решение, в газете, раз, депутаты, вместе с полицейским, тогда гилиционер, обходили каждую улицу, и говорили, в внушительном порядке, не того, что надо вас заштрафовать, дорогой, ну, притяжается, раз, раз, убери мусор, два, убери собаку, три, и человек вот доходит. А когда приняли решение, и о нем никто не знает, конечно, человек, который тут вот выступает, он скажет, да, собаке мне не мешает, а сам идет в квартиру, закончится. Что вы скажете, Георгий Николаевич, решение, если у вас наоборот... В то время не было интернета еще, когда принималось это решение, и не было сайта официального в Чадролунге, поэтому сейчас есть в Чадролунге в городсовете есть официальный сайт, я думаю, что вот это постановление и решение городского совета будет опубликовано. Моя соседка Паша сайт никогда не прочитает. Не в этом дело. Дело в том, что вот как вы посоветовались полицейским ходить по улицам и предупреждать, с вашим сведением в городе остался один участковый. Поэтому эффекта в этом, да. Но я бы обратил бы внимание еще на другое. У нас не проводится выставка собак. У нас не прививается любовь к собакам. Любовь к породистым собакам. Зато бои проводятся. Бои, да. На расстязание. Понимаете, да. Если бы это все проводилось, люди брали бы себе породистых собак, за ними бы ухаживали. Вот. в соответствии с праведом выгуливали бы. А остальных собак, бродячих, которые остались, мы бы, конечно, их должны были отлавливать, питомник, стерилизовать. И дальше уже, или кто, кому-то понравилось, когда собачка, он ее может взять из питомника. Один из слов, я хочу сказать, что здесь надо культуру. Прививать культуру. Любовь к этому. Я вас сейчас прерву. И у меня есть еще один сюжет. До сих пор мы говорили о людях, говорили о физических лицах. А сейчас хочу показать, сколько собак есть в общественных местах. Здесь сколько собак? Ну, есть вон где-то два, четыре. Ну, до десять бывает их. До десять. Что делать с этими собаками? Не знаю, может, где-то в другом месте их как-то... Можно и где-то как в городах делают вот так собрать собаки, кто не имеет собак. Брать их как-то. Стрелять тоже не первый выбор с положения. В прошлом году много было. Их убивали. Ну, осторожно прохожу. Собак надо что-то делать. Эти собаки вот ради интереса. Вот сейчас они начинают с этого рынка пускать весь мусор в пак. Мы каждый день имеем вот с этим парковым хозяином. С этим начальником мы имеем очень большие проблемы. Мы ему объясняем, что мы не выбрасываем мусор. Нам не имеет смысл выбрасывать мусор туда. Но мы ему объясняем, вот собаки начинают таскать мусор вот и вот до пяти вечера пока не уберется от мусора весь парк и мусор. Мы ему это объясняем, но он нас не слышит. И он все время говорит, что вот вы виноваты в том, что парк полный мусор. Не мы, а собаки. Я ему объясняю, вот у нас есть вот этот мусор, есть бачки. Мы собираем пакет и вот туда ставим. Но пока придут мусор, дворник выбирает этот мусор, весь мусор в парке. Весь. А он это не понимает. Он говорит, что вот вы виноваты во всем. Вот она собака. Вот смотри, собаки с мусором. Посмотри. Вот собака с мусором. Вот уже она таскает с рынка. Вот весь мусор собака таскает. Вот она кушает уже. Она принесла. Понимаешь, я ему объясняю, но он не слышит. А как ему вот весь мусор, он таскает, а мусор разлетается по парку. Хотелось бы, конечно же, чтобы, да, вот, вот, вот. Кто-то этим занялся, потому что еще страшно ходить через парк. Очень. Слышится много. Они встают, по-моему, да. Вот они встают, собираются, вот после рынка вот такое происходит. А вы вот сейчас идите, они идут за вами. Сейчас вот аккуратненько постараюсь пойти, что ты укусил. Вот отсюда пройди, вот тут, вот под этой дорожки пройди. Вот здесь, Да, не туда. Не туда. Не туда. Не туда. Собаки везти собаки. Собаки везти собаки. И ты еще? И ты еще. А вот они. Началям узман. Они там, они туда же. Они там узманы. И зановит. Они там наложу, сз alto. Вам нравится, что у нас по городу собаки ходят? Ну конечно нет. А что бы вы могли предложить, чтобы их не было? Ну как предупредить, чтобы собрали их. Одни говорят, что их надо стрелять, другие говорят, что это неправильно. Ну стрелять как бы и жалко, понимаете. Как-то предупредить хозяева, чтобы не распускали собак своих. Ну они совсем бездомные, говорят, плодятся. Никто не знает их хозяев. Да я даже не знаю, как бороться надо, как посадим. А то, что вот они днем здесь валяются, вам нравится? Нет, конечно. А что с ними делать? Ловить. Не надо их стрелять. Ловить и держать в одном месте. Для того, чтобы их содержать, нужны деньги. Где их взять? Мазар поможет. У нас действительно в парке опасно ходить. Это был рейд такой случайный. Я всегда хожу, у меня есть камера. И это вы слышали мой голос. И я просто достала камеру и снимала случайные моменты, обстоятельства, где я ходила. В этот день я ходила через парк на базар. И вот представьте себе молодая, еще беременная девушка, и она идет за ней эти собаки. Как обеспечить эту безопасность? И сами люди говорят, что стрелять их негуманно. Надо их собрать. Если вы слышали, вы даже чуть раньше ссылались на то, что какие-то налоги есть на Западе. Вот этот иностранец, он тоже говорит, что а куда деваете вы свои налоги? То есть он, наверное, подразумевал, что у нас так же, как на Западе, собирает налоги. Именно вот те хозяева, которые имели собак, которые ехали и бросили, они тоже сдавали эти налоги. За счет этих налогов создавался приют у них, как он мне объяснял. И вот этот приют собирается собаки, они откармливаются, они их удерживают. Если никто не обращается за собакой, если нельзя ее передать в хорошие руки, то потом, естественно, они их усыпляют и уже дальше идет процесс сам собак. Когда я делала этот сюжет, я, в принципе, хотела, чтобы мы обсудили, что со временем мы не сможем ходить по городу. То есть этот сюжет был направлен на то, что мы должны выработать ряд предложений и в конце нашего обсуждения, в конце наших дискуссий, мы должны предложить каждый по одному мероприятию, что делать, потому что вы сами поняли, что нет ни плана, ни взаимодействия, ни стратегии, скажем, по этим вопросам. И каждый и в своей области, если сможет потом что-то предложить, я хотела бы, чтобы вы предложили. А сейчас по поводу того, стрелять или не стрелять, я обещала вам вернуться. Да, не гуманно, но в наших обстоятельствах, вот здесь, сегодня, какой метод мы можем предложить? Давайте начнем с вас. Ну, на сегодняшний день метод, конечно, стрелять это не гуманно. С одной стороны, мы должны организовать питомники, у нас средств нету, не можем организовать. С другой стороны, все эти собаки на улице, они ходят, они разносят инфекцию, они, в общем, будоражат постоянно общественность. И волей-неволей мы приходим, наверное, к той мысли, что все-таки стрелять надо. Все-таки, чтобы, вы говорили, вот в Бухаресте стреляли, и через некоторое время они опять повелись. Ну, скорее всего, чтобы начать с питомников, в первую очередь надо, наверное, пройти через это, вот через этот не гуманный метод, а потом организовать питомники. Потому что средств у нас не хватит. И именно таким образом, как и на сегодняшний день решается, эти вопросы вообще не решаются. Это идет по геометрической прогрессии, все рожают, 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 и они где накапливаются? На рынках, в магазинах, там, где продукты питания. Да, там, где источник пищи. Да, там, где источник пищи. И недалек тот день, когда эти собаки будут переносчиками инфекции, могут заболеть наши дети, и мы сами можем заболеть. Потому что санитарное состояние в целом по району нарушается. Поэтому мне так кажется, что да, это не гуманно, да, это очень тяжелый процесс, и такая внутренняя борьба даже у меня идет. Я бы не хотел стрелять в животных. Но так как мы пока не можем организовать питомники и идти по тому методу, по которому мы говорим. Первый метод, мне кажется, должен быть вот этот метод. Уничтожить всех. Потом организовываются все-таки эти питомники и целенаправленно идти к этому. Конечно, надо вакцинировать, надо вести учет. Когда уже в питомниках появляются эти собаки, за ними ухаживать, раздавать собак, за которыми они придут, за которыми они не придут. И в тех случаях я уже не советую умирать их, и автоназию проводить, и дальнейшие процессы. Но поэтому, чтобы прийти. Вот первая карта. Сергей Николаевич, я хочу спросить. Вы сейчас, прежде чем вы скажете свое мнение, с учетом того, есть ли их стрелять, где их утилизировать? И есть ли какая-то яма, которая вместит, скажем так, ежедневно хотя бы по 50 собак по 100? Я хочу сначала заметить, что сказать, что примаре этой проблемой не занято. Это будет немножко неправильно, потому что буквально на последней планерке, в понедельник, примар мне дал задание, чтобы я связался с Юлой Пачесе, с Панчевым, чтобы с ним обговорил этот вопрос по новой. Потому что по договору Панчев должен в году отстрелять 200 особей. Вот по акту он отстрелил 100, он должен еще 100 отстрелять. Это договор, он выиграл лот. Это предельно. Кстати, сколько заплатила примаре ему за этот вопрос? 5 тысяч. 5 тысяч за 100 особей. 50 лет одна особя. 5 тысяч лет за 100 особей. Вот он сейчас отстреляет еще 100 особей, примаре ему должны еще 5 тысяч. То есть, если стрелять тысячу собак, это 50 тысяч? А за 50 тысяч можем мы построить что-то? Какое-то, я не знаю, оградить что-то? Можем. Можем. Можем найти подходящее помещение, можно. Но там надо человека поставить, чтобы там все время убили. Там должен содержать собак самому собой, а должен быть еще человек. Там должен быть все же человек, да, ответственным должен быть за это. Построить только мало. А скажите, вот, коль у вас там, я помню, и на совете как-то однажды поднимался этот вопрос, и примарея, если я решала этот вопрос. Ведь я насколько знаю, вот работаю в СМИ, но я знаю, что ни одну проблему нельзя решить, если нет анализа. И всегда говорю в любом вопросе, в любой проблеме. А если, есть анализ, есть ли какие-то расчеты, сколько будет стоить этот питомник, сколько уйдет туда кормов, сколько можно содержать собак. И из этого расчета говорить, можем мы эту проблему решать или не можем. Вот у вас есть такой расчет? Расчет есть, расценки так прикидывали уже, во сколько обойдется односторонно. Во сколько? Тяжело сказать, смотря откуда пищу будем брать. Если будем брать пищевые отходы от школ, если будем брать пищевые отходы от садиков, то нам это обойдется дешевле. Если будем покупать для них корму с магазина, это уже все много. Дешевле, дороже. Я примерную цифру хочу услышать, потому что мы сейчас говорим о том, что как будто нам не хватает десяти миллионов. Ну давайте, вот в году один работник. Предположим, в этом приемнике собак работает один работник ЖКХ. Ну приблизительно. Не один, это уже должен быть два, чтобы они менялись. Нет, ну быстрее проведите сейчас расчеты, примерно нам скажите, потому что долго будет. А что, год одну собаку продержать, наверное, тысячу, сто процентов тысячу лей. Тысячу лей. Если 500 собак. Мало, но я думаю 500 собак. Нет, ну я говорю так. То есть миллион лей и экономно. Очень экономно. Если очень экономно, то тысячу лей на содержание одной собаки. Очень, очень экономно. В смысле кормить его хлебом не купленными костями там с базара. То есть вопрос не никак, да? Да. Я думаю, что вопрос можно решить. Сначала надо найти место. Вот. Потом надо начинать отлавливать более таких породистов. Вот я не люблю, когда говорят все, надо найти. Я бы хотела услышать, кто должен найти. Давайте конкретно. Примарье. Примарье. Да, это вот правило написано, что там занимается примарье. Есть правило. Здесь есть примарье. Содержание, все это дело есть. Вы улыбаетесь. Я улыбаюсь по той причине, что ничего этого делать никто не делать не будет. Потому что денег катастрофически нет. Я позавчера был у примарья, он утром сидит. Я думал, у него кто-то какое-то горе. Он говорит, нет денег вообще. Понимаете как? С одной стороны, мне его жалко. С другой стороны, проблема решать. Ну почему жалко? Примарь знал, куда жалко. Безусловно. Я ему каждый раз высказываю свои принципиальные несогласия разными вопросами. В том числе и в конце один вопрос подому так сказать. Для вас может быть вы поможете. Вот я представляю общественность. Первым пунктом, что может сделать примарье без денег. Пройти по улицам и предупредить. Вот допустим, я знаю, не буду назвать людей. Есть по три собаки. Все они развязаны. Хозяйка говорит, ну от бога да ну. Безусловно так. Но предупредив раз, предупредив два, она их завяжет. Второй вопрос. Конечно, негуманно. Я не хочу слышать о расстреле собак. И тем более, когда в газете пишут, что объявили конкурс по отстрелу собак. Ну это вообще... И прошел этот конкурс? Ну я понял, что прошел, но я тогда удивился. Потому что вообще у людей никаких, кстати, тормозово-этических. Я к чему говорю? Возвращаясь к тому, что было. Принимали решение, Тукан, ты председатель горсовета, чтобы собак не было. Я что делать? Все это решалось тайно. Остреляли собак, вызывает меня прокурор. В чем дело? Почему стреляли? Я говорю, не знаю. Хотя мы все. И он знает, я знаю, первый секретарь тоже знал об этом. То есть у меня внутренняя борьба, чтобы собак нельзя стрелять. Но есть, допустим, те собаки, которые вообще бездомные, уже образовались не почти одержавшие, то станет вопрос, конечно, отстрела. Это два момента. Третий момент. Руководители, допустим, Аппо-канал, пять собак. На базаре десять собак и так далее. Их обязать. Дорогой мой, завершилась работа. Базар закрыт со всех сторон. Реши вопрос, их отлов. Как хочешь. Как хочешь. То есть надо наступать жестко. В то же время надо помнить, что собака – это друг человека. Я хочу добавить. По поводу того, что собака – друг человека. Я хочу поставить вопрос и перейти к вам, чтобы вы высказали свое мнение. Скажите, что важнее – здоровье человека или друг человека? Важнее здоровье человека. Конечно. И если бы мог, бы я начал бы, наверное, с того. Надо наладить учет. И ничего страшного. Я думаю, что есть много. Есть дорожные налоги, которые тоже… Налог на содержание собак. Если человек хочет такое удовольствие иметь, он за удовольствие должен платить. И из этих денег, я думаю, что что-то можно будет решать. Одну собаку имеет на учете. Паспортизацию провести. Ветеринарная служба будет это самое прививать. За деньги или бесплатно. Это как уже жизнь покажет. И все. Лишнее есть, значит, вот в этой валеры сдать их туда и стерилизовать, чтобы они больше дальше не размножались. Я хочу добавить еще одно. Вот, пожалуйста, в приказе Министерства окружающей среды. Примарии обязаны организовать бригады, отряды по отлову безнадзорных собак и животных. И пункты изоляторы, значит, пункты по их приему населения для усыпления. Они обязаны создать бригады по отлову и пункты. Вот решение городского совета. Так у нас есть такие бригады? В решении городского совета, пожалуйста, пункт 8.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманизма, соблюдении норм общественной нравственности, спокойствия населения и производства силами МП ЖКХ города Чедрунга. В пределах средств, предусмотренных в бюджете города, на эти цели в пределах средств. Все делается в пределах средств. То есть положение у нас есть, но оно не работает? А вот общественность там не задействована. Как? Поговорить с человеком, пойти по улицам. Я почему настаиваю? Уличные домовые комитеты, где люди сами должны решать свои вопросы. В решении городского совета этого нет? В решении городского совета этого нет? Ну, я думаю, что есть советники. Допустим, я пойду и привлеку еще по улице, знаю, на улице есть активных людей. Товарищи, ну давайте, это же наше дело. Пойдем. Я думаю, что пойдем. Я вам скажу, что на улицах мы изолируем всех собак. Улицы изолируются. Останутся советская, базар, мясокомбинат, вот 5-6 локальных мест, где много собак. И с ними можно решить вопрос. Конечно, желательно гуманно, но не получается. А перехожу. Вы тоже должны сказаться в рамках нашей дискуссии. Я бы хотел высказаться не как представитель райадминистрации, а как рядовой горожанин. Только что некоторые из присутствующих говорили о налогообложении на владельцев собак. Я с этим не согласен категорически. Скажу по причине чего. Я очень много хожу пешком и в глаза бросается, каких собак большинство горожан держит. Я говорю, из-за стесненных рамок экономических возможностей люди в большинстве своем стараются держать собак не больше величиной, чем кошка. О каком налоге можно говорить? Да, ответственность тех владельцев, которые держат по пару больших, огромных собак. Породистых. Породистых, беспородистых, помеси. Да, на них ответственность должна быть на всех, но на этих людях прежде всего. Безответственность здесь недопустима, потому что под угрозой стоит жизнь человека. Маленького ребенка, взрослого человека, пока лечат на всю жизнь. Люди должны понимать, что они несут ответственность. Я понимаю за содержание собак. Владимир Николаевич только что нам сказал, что вакцинация должна быть бесплатной. В свою очередь муниципальная полиция с представителями городских властей должна вести разъяснительные работы в городе. Людей должны ставить в известность, когда будет проходить вакцинация. И хозяева в строгом порядке должны провакцинировать всех принадлежащих им животных. И конечно строгость должна быть по отношению к нерадивым хозяевам, которые безответственно относятся к содержанию собак. Что вы предлагаете их штрафовать? Вот строгость это что означает? Конечно. Есть закон, согласно закону должны все отвечать. У нас в примарии административная комиссия работает, она занимается этими вопросами? Комиссия работает. Если поступают, то акты в одну комиссию она занимается, рассматривает. И вот их правила есть. Есть правила. Ответственность за нарушение настоящих правил. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, нанесенные ущерба здоровья и имущества граждан несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Я думаю, что просто правила эти никто не знает. Но, Светлана, хочу вас спросить. Вы много лет работаете как с НПО, как с отдельными такими специфическими вопросами. Скажите, что можно было бы неправительственным организациям предложить в решении этого вопроса? Неправительственной организации можно предложить сделать такой проект по созданию питомника в городе. И это хорошая идея, потому что… А что для этого надо сделать? Примария должна собрать неправительственные организации или примария… Только неправительственные организации. Это же проблема не только неправительственных организаций, это же проблема города. Поэтому должны подключиться и советники, и представители общественных организаций, озвучить эту проблему, предложить пути ее решения. И вот этот комплекс мер, о котором говорили, ведь нашел же Николай Анатольевич, будучи представителем власти, как бы законов много, бумаг много, а решения проблемы нет. И надо использовать все рычаги, в том числе информирование населения, и чтобы люди знали о том, что существует это наказание, что оно вот нужно озвучить, сколько это денег, это 400 лей или это 500 лей. И чтобы ввелся учет обращений граждан, вот мы видели репортажи, люди жалуются, люди не могут ходить действительно по городу. Я как гуманист, я на первое место тоже ставлю человека, потому что если покусать моего ребенка, я не знаю, что сделаю. И собаки этому хозяину. И поэтому нужно, это я же говорю, это стало уже проблемой среди самых больных проблем нашего города. Поэтому нужно что-то делать. Нужно написать какой-то проект, и дальше уже примария, может, частично помогут содержанием на первых порах, а потом уже, когда мы станем более цивилизованными гражданами, мы осознаем, что вот есть, правильно я согласна с Владимиром Николаевичем, что надо сначала очистить город от этих собак, а потом уже идти цивилизованным путем, как идут все цивилизованные страны. Иметь питомники, содержать их, и постепенно наше население будет перевоспитываться, и осознавать ей ответственность свою, и осознавать то, что в городе есть порядок, чтобы они чувствовали, что есть хозяин, что есть наказание. Без наказания, без закона мы никуда не двинемся, ни в одной из областей, если у нас все пойдет вот так вот на самотек. Вот мне не нравится, что у нас вот в последнее время и по своей тоже деятельности. Очень много законов у нас в Молдове. Одно распоряжение, третье, четвертое, пятое. А как доходят до конкретных, вот вы задаете сегодня конкретные вопросы, и мы не видим конкретных путей решений. Да я ответов конкретных не слышу. Я вот предлагаю организовать, во-первых, собрать по этому поводу заседание совета, я не знаю, общественности, значит, сделать такой проект, обратиться с ним в какую-то организацию. Можно даже в министерстве есть экологический фонд в Молдове. Вот я как раз хотела добавить, что есть некоторые проекты, которые финансируют правительство. Да, экологический фонд Республики Молдова. И второе, наладить учет обращений граждан, пусть, значит, чувствуют граждане ответственность. Или это будет вестись в примарии, этот учет, или этот учет будет вестись в полиции, ну, чтобы любой человек был телефон, куда он мог обратиться. Вот, что вот тот хозяин выпускает собак. Мы по этой улице, по улице Советская, или по улице Чкалова, или Нагорная, там, мы не можем пройти. И чтобы, когда уже будет отстрел собак, чтобы эти, которые выиграли этот тендер, чтобы они знали, куда идти. Ну, Светлана Николаевна, вы представляете интересы малого бизнеса, так, да? Ей предлагают, ей их решение. Вот, примария объявила тендер, его выиграл. Ну, правда, по отстрелу. Не тот, кто не отстрелил. Оставим слова в сторону. Но если есть уже этот субъект, то с ним можно вести уже разговор. Вот, приглашаем, ну, примарий, его заместитель и так далее. Если мы уже привыкли к подаянию, просить подаяния, ну, пойти и попросить. Вот есть организация, которая может организовать отлов и стерилизацию собак. Помогите. Ну, то есть уже не идти по пути отстрела. Но если уже человек выиграл тендер, ему вместе с ним помочь решить эту проблему каким-то образом. Давайте, подключается примария, просит у кого-то какие-то деньги, выигрывает тендер. Я уверен, что Запад даст деньги на эти дела. Они любят гуманизм и так далее. Мы тоже. И таким образом можно попытаться решить. Я думаю, что поддержат и любители животных. У нас есть организация в Молдове по охране животных. И как-то была информация, что они готовы содействовать. Но для того, чтобы они могли содействовать, нужно описать проблему. Но возвращаемся к тому, что мы не имеем анализ. Любая проблема, правильно, Любовь Михайловна? Даже вот та организация, которая уже начала. Ни один проект не будет одобрен, если там не будет. Мы не знаем примерное количество действий. Мы не знаем, если мы не приведем статистику, если мы не проанализируем ее и не покажем, что вот дальше. Мы не проанализируем, потому что наша беседа закончится. И может быть останется и так. Я бы не хотел, чтобы оставалось пустым разговором. Но если Панчев, уже существующий Панчев, со своей фирмой работает, то он уже проблему мало-мальски знает. Примар может у него спросить, и он ему может ответить, сколько на каких улицах собак и где они локализуются. Отсюда танцевать. Сделать возможность этому человеку уже развиваться. Мы с ним связывались. Он готов был прийти, но у него был запланирован выезд. Поэтому его сегодня нет. Но я хочу вам это показать. Этот вопрос поднимался на одном из заседаний Совета. И у нас есть архивное интервью председателя городского Совета. Константина Кевич. Я знаю, что такое собаки. Это беда, это бич у нас. Есть гуманитарные организации, которые сразу в штыки поднимаются. Хирургическое вмешательство, я думаю, что это более гуманное. Но если есть такие организации, которые в штыки встают, когда идет отстрел, так создайте для собак бродячих приют, питомник. Выделяйте средства и смотрите. Не дай бог, не дай бог какого-то ребенка. Вот люди не могут вылезти мусор даже на мусорник. Вы знаете, где они больше ходят. И собака – это стайное животное. Стоит только одной галкнуть, прибегают еще несколько. Одна укусит, вторая подлетает. Это стая. Это очень серьезная бич, которым нужно, я не знаю, каким-то образом бороться. Мы уже принимали решение о выделении денег для покупки боеприпасов, будем так говорить, для отстрела собак. Это нужно сделать. Потому что это и разносчики всякой заразы. Тем более, знаете, что у нас наплодило этих лиц очень много. Они в черте города. Этим собакам бродячим они могут перенести этот вирус бешенства. А собаки находятся в черте города, на детских площадках, возле мусорников. Будем что-то делать. Я работаю с животными, да. Как можно убивать? Я не сторонник этого. Вот у меня тоже собак много было. Стало меньше. Я же их не убил. Я раздал хорошие руки. Я не знаю конкретно, кто будет предупреждать вот этих людей. Но если он под роспись предупрежден, не надо 10 раз ходить. Хватит. Люди у нас грамотные и от этого не изменится. Один раз предупредили. Он расписался, чтобы знаком с этим. Я не знаю сколько там, 400 лей. Один уплотит. Вся могала больше всех привяжут собак. Те, которые ели. И все. Извините, пожалуйста, возвращаясь к Шузету, в беседе с председателем городского совета. Точка зрения его понятна. Он гуманитарий. Работает с животными. У него лошади. Но позиция его как председателя городского совета меня не устраивает. Почему? Он сослался, что есть гуманитарная организация, есть любители животных. Вот пусть они организовывают себе питомники. Такая позиция, на мой взгляд, лично для меня не подходит. Правильно написано. Значит, если ты председатель городского совета, и есть примария, которая, так сказать, подчиняется решениям городского совета, будет любезно работать и находить формы, каким образом собак собирать в питомники и так далее, если с ними рвозди. Я вот так считаю. Он говорит свою позицию, естественно. Я тоже не... Не думайте, что я за обстрел собак, и я вам сегодня показала это интервью. Но он председатель городского совета, и он голосует за то, чтобы выделили деньги на эти патроны, чтобы их стреляли. Поэтому он не может говорить, что он... Понятно. Но хотя он озвучил идею, что приемлемо было бы хирургическое вмешательство, но в наших условиях это невозможно. Вот я бы не хотела заканчивать нашу беседу на этой ноте, что все, завтра выходим, стреляем в собак. Нет. Мне бы хотелось, чтобы мы вот сейчас, завершая нашу беседу, ну, попытались что-то предложить. Вы уже в ходе беседы это предложили, только хотелось бы систематизировать. Значит, первое, что я услышала, это большой акцент нужно делать на информационную часть. Так. Информировать население о том, что есть какие-то положения. Второе, сделать акцент на ответственности населения. Да? Что в этом случае нужно сделать? Информировать. Ну, нет, об ответственности я говорю. Значит, человеку нужно объяснить, что если ты нарушил закон, что ты будешь иметь какую санкцию. Кто это должен делать? Информационную часть могут взять на себя неправильственные организации. Кто должен представить материалы на административную комиссию о том, что с моего двора выбежала днем, собака развязывалась. Это местная публичная область должна... Что? Местная публичная область должна... Большая жалоба соседей есть, есть. Выходит комиссия. На основании этого есть и пути наказания. От 20 до 40 условных единиц. Вы сейчас поставили задачу. Есть статьи, по которым люди могут отвечать по статьям. Вот 157, 158 статья Кодекса права и решения Республики Молдова. Ну, я не буду акцентировать внимание, кто это должен делать, но я вижу вот такой короткий путь. Ну, ваше телевидение, безусловно, уже это дело пропустит. Я думаю, те люди, которые смотрят, они поймут. Ну, уже подняли. Ну, к сожалению, вот эта сторона Чадрунгин не смотрит. Можно договориться. 50 ли отстрел одной единицы, и 50 ли бегущая строка на сутки. Так вот, убираем все остальные и пишем. Товарищи, жители города, по улицам, соберите, привяжите своих собак. Ну, раз, два, три, ну, 15, 50, 150 дней потратили. Я думаю, дойдет. Потом пройдет полицейский вместе с советником и с работником с арабистанцией. Предупредит, в том числе и мусор пока же. Я думаю, это первое пути. А дальше, конечно, о питомниках и так далее надо говорить. Алексей Николаевич, дело в том, что в основном во дворах собаки привязаны. Они не привязаны в учреждениях. Проедите на велосипеде по Маяковскому до Кирпича. В учреждениях не привязаны. Вот в МП ЖК, собака привязана. В АП Термо, я вам говорю, не привязан. Есть учреждения, где они не привязаны. То есть они используются в качестве охранника? Охранника, но они не привязываются. А хотя по правилам они обязаны быть привязаны. Нельзя их выпускать. Но тем более с юридическими лицами можно поработать? Можно, это надо, чтобы комиссия пришла, определила и составила протокол. Была, вынесла это на админкомиссию. Юрист в вашей организации может этим заняться? Нет, это наша организация нет. Это только комиссия, наша организация нет. Она не может идти, констатировать и штрафовать за продакцией нашей организации. Нет, не штрафовать, а разговорить. Выступить инициатором? Да, выступить инициатором, предложить какую-то... Какие-то мероприятия и инициировать их? Люди пишут заявление, если соседские собаки или посторонние собаки пишут заявление в примарии. В примарии есть комиссия, идет обследует. Если нашли виновного, пожалуйста, наказывают. Если нет виновного... Если нет виновного... Протокол, объяснение пишут, пострадавшие, нарушители пишут... Да, и передают по инстанции. И посылают нам Управление безопасности, пищевые продукты, там есть литернарный суд. Мы передаем, ну, Констант Ильича, объект, судей. Мы передаем это в суд, и суд уже наказывает. Вы имеете право... Не имеем, не имеем право наказать. А откуда вы сказали, что они имеют право? По закону только суд принимает решение. Мы передаем... Вот даже... Нет, я не знаю, что... Как же себя отрабатываю? Комиссию, админкомиссию, админкомиссию... Админкомиссия в примарии? Да, примарии. Мы уже не штрафуем, наверное, года 5 уже. Лет 5 уже не штрафуем. Может, сняли у них. Мы не штрафуем. Раньше была ветерана инстекция, которая ходила на месте выявления нарушения. Мы сразу статьям, законом наказывали, а сейчас... В связи с этим, Любовь Михайловна, я вот обращу всех жителей на... Я продолжу мысли. Дело в том, что иногда бывают такие ситуации абсурдные, что человек пострадал, есть укусы, а суд оправдывает. И такие ситуации бывают. И люди обвижены рукой со скобей. Зал суда. И такое бывает. Поэтому... Я лично о чем буду говорить. У меня собака-лабрадор. Это очень мирная собака. И я прошу извинения у граждан. Если она кому-то приносит, так сказать, неудобства, она иногда выбегает. Но она во дворе, у меня двор закрытый всегда. Ну, бывают моменты, когда она хочет выбежать, выбегает. Но я сразу не еду, нахожу, потому что не бросает. Я к чему, извиняюсь перед гражданом, кому я приносил неудобства. Ну, безусловно, с людьми надо работать. Конечно, не кнутом. Надо поэтапно, потихонечку, но эту проблему надо решать. Потому что, действительно, если мы не будем решать эту проблему сейчас, и вот только на уровне разговора это и останется, и мы уйдем отсюда просто потому, что поговорили, ничего не решится, а дальше проблема эта все страшнее и страшнее. Просто, действительно, на сегодняшний день надо придумать рычаги, которые будут действовать и существенно действовать. У меня есть предложение предложить Примарии собрать всех специалистов, имеющих отношение к этой проблеме, и разработать с ними план мероприятий совместных действий. Я думаю, что, что касается освещения всей этой информации, то СМИ может это сделать только... Я по этому поводу... Вот есть террористическая организация, которая мешает отдельным государствам жить. Я не хочу уточнять, какие и так далее. Ну, приняли решение. Надо отстрелять этого человека. Я отстрелил. Я к тому, что мы можем предлагать Примарии конкретно, что и так далее. Но там, в том числе, где человек, он есть Примарий, он сам лично должен принять для себя определенное решение. Взять ответственность. Взять на себя ответственность, что-то сделать. К сожалению, СМИ это средство, которое не наказывает. Мы не надзирательный орган, мы можем ввести только информационную часть. Вот на этой ноте я бы хотела, чтобы коротко Светлана Николаевна зачитала несколько предложений к Примарии. И мы объявим завершение нашего диалога. Ну, то, что я успела записать, это то, что проводить большую работу в плане информирования населения как о последствиях, о чем мы здесь говорили, врачи, о последствиях укуса собак, какую угрозу жизни человеку они несут, так и информировать население об ответственности, какие существуют наказания в рамках законодательства Молдовы. С тем, чтобы люди знали, что есть такое наказание. Вот даже ваша передача, статьи в газетах. Потом вторая часть, то, что дать объявление на телевидение. У нас есть два оператора кабельного телевидения. Пусть они в рамках, если они тоже такие же патриоты города, пусть они дадут несколько дней такое объявление, предупреждение, чтобы привязывали собак, чтобы и люди знали об этом. И также вот это предложение, ваше заключительное, о том, чтобы созвать в расширенном составе, наверное, с участием компетентных, заинтересованных лиц. И я думаю, что примария на это пойдет. Это тоже и их боль тоже. Вот что мы, допустим, через год соберемся и скажем, да, в нашем городе уже, знаете, можно пройти по парку, и так можно не бояться. Вот это результат. Я думаю, что уже сегодняшнее мероприятие, вы когда меня пригласили, я даже не знала тему, а тема действительно, она каждого задевает. Спасибо вам за это освещение, за то, что вы рассматриваете эти проблемы, приглашаете нас, и чтобы мы хоть чем-то помогли в путях его решения. Ну и уже там, в этом плане мероприятия, уже более конкретные обязанности, ответственности и органов власти, и специальных служб, которые отвечают за это. Я думаю, что это будет действием. То есть, завершая нашу программу, я поняла из того, что мы сейчас предложили. Естественно, мы предложили не отстрел собак, а мы предложили выйти с проектами для того, чтобы создать этот приемник. Если я что-то не так сказал или ошиблась, я думаю, что... Да не, ну все правильно. Я бы еще добавил, что надо сделать пару конкурсов на лучшую собаку, на лучшую любовь к этим животным. Я думаю, что там эти предложения наши дополняют еще и другие предложения. На этом хочу завершить наш диалог. Хочу сказать вам большое спасибо, что вы пришли и поучаствовали в этой дискуссии, потому что тема действительно очень значима, и говорить только об ответственности местных властей, наверное, нереально. Надо говорить об ответственности и людей, и граждан всех, потому что действительно эта безопасность касается всех нас. Независимо от того, в каких креслах мы сидим. Сегодня мы в кресле, в качестве представителя власти, завтра мы рядовой гражданин, и мы все подвергаемся опасности и находимся в зоне риска. Поэтому проблема, я думаю, что важна как для одних, так и для других. Спасибо вам за участие. И я говорю всем. Спасибо.